Протеерей Дмитрий Харцис со своей супругой Светланой в Москве проездом. Священник находится в длительном лечебном отпуске и раз в два месяца приезжает в столицу. Несмотря на то, что сейчас семья живет в Краснодарском крае, к путешествиям и переездам им не привыкать. Очень долго мы отслужили в Сибири, часть довольно большую на крайнем севере, в Заполярье. Мы, конечно, во многих местах жили. И жили и в квартирах, и в домах. И у нас, по сути, за все... Семь или восемь приходов мы поменяли за 22 года служения и порядка 16 квартир и домов. Причем обычно это всегда ложилось на меня. Ну, меня все устраивало. А комфортно там, где семья, в любом месте. Светлана признается, много лет назад новость о том, что супруг-инженер решил стать священником, ее, мягко говоря, шокировала. Он говорит, я хочу быть священником. Я говорю, ты что ерундой занимаешься? У нас двое детей, и надо поднимать надо. Что ты придумываешь? Да иди на работу устраивайся. Я помню эти слова. Это что, я тебе попадьей буду? Да, это я что, попадьей буду? Вот так вот сказано. А я спокойно. Ты знаешь, я все решил. Если хочешь, пойдем вместе со мной. Я буду очень рад, потому что я тебя люблю. Ну да, у меня как-то повозмущалось какое-то время. Потом я приняла эту точку зрения. А потом я уже начала к этому стремиться. Отец Дмитрий уверен, любому мужчине, а священнику особенно, нужна поддержка семьи и прежде всего супруге. Именно своей мудростью, своей скромностью, своей, ну я, наверное, сейчас дифирамбы пою, но это потом, естественно, поругаю, чтобы ни в коем случае смирение было. Не, не возобновила. Своим смирением, да, в первую очередь слово смирением, она привела к тому, что я из себя сейчас представляю то, что я представляю. Поэтому вот этот крестик – это ее, на самом деле. То, чего я достиг в этой жизни, я достиг благодаря тому, что у меня была именно такая вот поддержка. У супругов четверо детей. Старший сын пошел по стопам отца. Иерей Сергий Харцис служит сегодня в Норильске. Священник, да. Он как раз тоже тюремничек. Называется тюремщик. Он окормляет практически все то же самое, что им. И я до этого. И плюс еще настоятель воинского храма. Часовня, храм-памятник в честь погибших сотрудников при исполнении служебного долга. Самый старший ребенок – это у нас дочь Юлия. У нее семья. Муж, дети. Трое, внук. Младшие – это вот Мария, Михаил, 14 лет. Как мы шутим, значит, у нас старшие родились до церковного периода, а младшие в церковный период. Несмотря на долгий и непростой путь, который супруги прошли вместе, они до сих пор смотрят друг на друга с любовью. Секретом своих счастливых отношений они с удовольствием поделились с нами. Ну, это муж. Нет, жена. Это муж. Любимый. Вот я что-нибудь захочу. Ведь он же выискивает какие-то возможности. Я знаю, что моя матушка, она лакомка, как, в принципе, любая женщина. Я научился понять, что такое чизкейк, чем он отличается от тирамису, и что такое панакота. Я знаю, что панакота у нас в приоритете. Я возьму панакоту, достану, где-нибудь там спрячу, что-нибудь такое сделаю. Ой, случайно, вот так вот шел. И это маленькие сюрпризики, они цементируют. А я еще знаю, что вот моему мужу нравится, чтобы я выглядела красиво, чтобы была ухоженной. Вот. Поэтому я стараюсь поддерживать вот эту планку, как говорится. Ну, да. Потому что, как бы там ни было, глаза же не вырвешь, да. Женщина должна нравиться мужу. Ведь апостол Павел не случайно сказал друг друга, не отвращайтесь. Главное в жизни – это любовь. Бросить все и сделать так, чтобы твоему ближнему было хорошо. Вот это самое главное. Потому что, если этого не будешь делать, тогда мы не христиане. Дарья Пали, Александр Чичварин, Антон Корякин, телеканал «Спас».